всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюра диорамы и сегодня мы с вами поговорим о таких вещах как двухкомпонентные эпоксидные составы для лепки но не те которые мы можем купить в хозяйственном магазине такие например как эпоксилен дула или поксипол который идет в жидком виде а именно про материалы которые созданы непосредственно для лепки и прочих наших нужд модельных на данный момент на рынке я сталкивался только с двумя производителями один называется magic скульпт но magic скульпт он являясь импортным составом стоит немалых денег то есть вот эти вот 200 грамм состава стоит 100 или на тот момент когда покупал 800 рублей на данный момент с ценой я не знаком так как у меня здесь еще в принципе немного осталось поговорим мы сегодня про наш отечественный продукт от фирмы хобби бро производит фирма не только эпоксидные составы а также искусственный снег и рукаст который в принципе мне не особо интересен так как я не занимаюсь отливками фигур и не экспериментировал с данными вещами но если у вас есть желание вы занимаетесь своими отливками можете смело поэкспериментировать на данный момент что для моделизма нам может пригодиться производится два вида эпоксидных составов это моделайт обычный и моделайт софт как я понимаю софт он ближе к magic скульпту по своим характеристикам то есть из него можно выполнять более тонкие работы например вот для лепки гнома я использовала как базу то есть дабы расходовать меньше состава меньше magic скульпта из которого он изготовлен каркас и скелет я изготовлен из запекаемых пластиков так как цене они дешевле здесь это можно заменить допустимо моделай там обычным базовым из него создать каркас скелет а потом уже с помощью софта создавать на мелкий рельеф и лицо глаза и прочее мы об этом мы еще поговорим более подробно на данный момент мы с вами рассмотрим вообще где можно применять данный продукт данный продукт можно применять в принципе моделизме да где угодно создание всего что угодно создание копий деталей каких-либо утерянных сломанных неважно потому что довольно таки сфера применения большая кора создание коры дерева мы рассмотрим это в видео о создании дерева видео одно есть я его в подсказках повешу в уголок посмотрите на данный момент мы попробуем с вами с помощью моделайта базового базового зашпаклевать фигуру я собирал фигуру от мастер бокс кстати скоро скорее всего будет целый цикл роликов по созданию виньетки и так представляется это все фасовками разными у меня по 160 грамм так как это эксперимент нет смысла сразу допустим вам нужный материал для лепки да мне смысла покупать там 15 килограмм себе и в итоге материал вам не понравится к magic скульпту я привыкал потому что он очень нежно очень мягкий им я работал исключительно с помощью силиконовых кистей металлический инструмент я не использовал право вовсе так как он просто не нужен фасовки есть 160 500 и 1600 грамм три цвета я советую вам все же брать серый цвет так как при ярком освещении белый цвет он просто может немного слепить и вы потеряете детали поставляется все это в баночках так как в них находятся два компонента которые нужно смешивать как и при работе с любыми боксильными материалами кстати коробочки недавно они поменяли поэтому если вдруг в магазине вы где-то увидите моделайт с другим лейблом да с другим значком не пугайтесь это все тот же моделайт единственное только с старой партии где еще ничего не поменяли на коробочках время производства так как зачастую magic скульпт попадается не свежий здесь указан что когда произведен срок годности меры безопасности социальные сети даже qr-код итак две баночки в одной находится непосредственно смола в другой находится отвердитель кстати вот здесь стояла печать т.к. как понимаю что это все еще и проверяется дополнительно баночки маленькие да вот вы скажете баночки а вот magic скруток и банки просто здесь они полные а здесь они были ну не совсем полный и так а по поводу аллергии что потому что будут вопросы возникать есть ли аллергические реакции еще что вообще состав ну как любой боксидный состав он может у вас вызывать аллергии причем не сразу а там когда-нибудь вот допустим вы лепите месяц да вы месяц лепите и через месяц у вас может появится аллергия ну я как бы с этим не сталкивался поэтому я не могу вам ничего сказать но были люди знакомы которые говорили что да вот материал очень понравился но пришлось отказаться так как начал вызывать аллергии запах он практически не имеет запах такой знаете интересно специфически я не могу сказать что он отвратительный или противный пахнет точно так же как пахнет magic скруток то есть запах у них идентичный поэтому нет смысла сравнивать и говорить о том что ну вот наверное magic скульпт дороже потому что он там не имеет запаха гипоаллерген и нет это такой же боксидный состав и так берем нашу фигуру которую мы хотим зашпаклевать это у нас будет фигура кентавра у которой есть проблемы с нижней частью ну так как это кони от мастер бокса который сами по себе очень хороши в плане детализации проработки да но вот в плане стыковки я собрал уже прилично лошадей от этой фирмы и везде одни и те же в принципе проблемы со стыковочкой но это мелочи это все легко зашпаклевывается и так обычно мы используем с вами шпаклевки от каких-нибудь производителей модельной химии например там я но редко кто использует эпоксидные двухкомпонентный состав я не знаю почему но это в принципе получается дешевле и данный продукт он более полезен так как его можно использовать не только для шпаклевания допустим вот здесь вот волосы да сейчас я возьму инструмент здесь вот волосы вот и мне не нравится как они развиваются поэтому скорее всего впоследствии переда непосредственно грунтовкой я буду здесь делать волосы дополнительно чтобы придать им более живой вид более естественный вот это вот щель мне не нравится допустим волосы так не развиваются и здесь мы будем делать волосы дополнительно дополнительно будем делать волосы будем делать с помощью этого состава в принципе если вам интересно можете написать в комментариях к этому видео и мы Мы спокойно или на стриме, или сделаю отдельный ролик, где мы будем просто здесь долепливать волосы. Кому-то, может быть, это будет интересно, полезно, то есть как же это все-таки делается. И, ну, я не могу сказать, что я профессионал, но в то же время, если вам интересно, я могу спокойно сделать ролик, потому как я буду лепить здесь, долепливать волосы и немного конвертировать здесь, вот делать конверсию небольшую, добавлять. То есть пишите комментарии, я обязательно прочту, обязательно всем отвечу. Итак, мы берем компонент А и компонент В в равных пропорциях. Единственное, перед тем, как работать с любым эмоксидным составом, будь то Model Light, Magic Sculpt, неважно, обязательно поставьте рядом с собой какую-нибудь тару с водой, так как инструмент, руки и все остальное всегда должны быть смочены, иначе у вас весь материал будет на руках, на инструменте, и к этому нужно быть готовыми, в этом нет ничего абсолютно страшного, ужасного, что, будь то силиконовые кисти, лепить руками с помощью эмоксидных составов у меня не получилось, так как это настолько мягкий материал, что любое прикосновение руками к нему оставляет золотые пальчики. Итак, берем емкость с водой и продолжаем. У нас есть щель здесь небольшая, у нас есть щель здесь небольшая, в принципе, больше проблем здесь я не вижу. Для того, чтобы вот эти вот щели убрать, нам понадобится материал вообще мизер просто, там, допустим, ну 1-1 грамм, я думаю, будет достаточно. То есть мы берем материал А, я положу, чтобы был виден материал А, материал Б в равных пропорциях. В инструкции написано скатать колбаски, смешать я этого никогда не делал, я всегда делал подобным образом. Просто брал две части и смешивал. То есть мы берем две части и смешиваем их. Перемешиваем до того момента, пока не станет единый цвет. Подобного цвета он у нас становится, он у нас, в принципе, смешался. Могу сказать, что вот руки у меня немного влажные, к рукам он мне прилипает, не пристает. Ведь так как я предварительно пальцы смочил. Если бы я не смочил, у меня весь материал, вот видите, до смачивания, материал остался на пальце. Итак, мы имеем подобный вот материал. И теперь мы начинаем. Берем нашу воду, кунаем туда инструмент, чтобы не было капель, немного сотрем. Берем немного материала и заполняем им щели. Все до безумного просто. То есть мы просто заполняем щель. И все. Самое главное, не выдавливайте сильно материал, так как он у вас просто провалится туда в полость и все. Оставьте немного материала снаружи, чтобы потом это все спокойно сточить. Единственное, что может вам не понравится, это время высыхания. Так как обычно шпаклевки модельные, они быстро сохнут моментально. Поэтому вас может это немного смутить. Если шов вам нужен более аккуратный, у меня немного, то есть я делаю для вас на камеру и показываю, что же вообще представляет себя данный материал. Если вам нужен шов более аккуратный, вы берете, смачиваете инструмент и разглаживаете его. И все. Если вы не хотите более обрабатывать потом этот шов чем-либо, там, надфилем или дремелем, то просто возьмите и силиконовой кистью разгладьте это все. Но так как я потом буду это все доводить до ума, я потом это все сточу и все. И сейчас зашпаклюем еще вот эту вот щель. В принципе, она довольно-таки большая, практически миллиметр. Туда влазит целиком инструмент. Можно сделать это одним движением. Просто взять, скатать небольшую колбаску и заполнить щель. Подобным образом у нас начал выглядеть наш шовчик, который впоследствии будет еще обрабатываться. Убираем излишки по краям, чтобы они не так сильно нам бросались в глаза. был шов. Точнее, было отверстие один миллиметр. В итоге мы все это выровняли и все стало у нас в принципе отлично. Единственное, после высыхания лишнее, если вдруг вам шов показался не настолько красивым и аккуратным, вы можете спокойно все это подточить, так как данный материал он подходит для грубой обработки, сверления, точения и прочее. Итак, кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok